Ребят, всем привет! Кривой репортаж из Креневаш. Вот здесь вот есть у нас такая фитнес-йога-растяжка-реформа. И сейчас я вам расскажу кое-какую историю. Видите, какие большие окна? Я же неспроста эти окна вам показываю. Вот, а история такая. Марика стоит, что-то о своём думает. И причём стоит сейчас. Она меня ждала, я сейчас, ну, чуть позже вышла из дома. Вот, мы сейчас в магазин решили прогуляться, пройтись. Ну, она стоит около этих витрин. Стоит и вот так смотрит. А думает о своём. Ну, о чём-то своём, да? Бывает же такое, ты смотришь на какой-то предмет или вещь, и что-то в голове у тебя крутится. И вот у неё что-то своё крутилось-скрутилось, а там девчонки занимались на этом пилатусе. Короче, я одна посмотрела, вторая. И они раз смотрят, потому что Марика, думаю, в упор вот так вот стоит на них смотрит. А не, там, что вообще, вначале, когда тебя не было, была история не такая. Я, короче, захожу в этот клуб посмотреть, думаю. Ну, никого нет, там девчонщина не сидела на диванчике. Я туда захожу, они, видимо, там занимались, я потом уже увидела. Обувь стоит, и я так захожу, и туда, в эту дверь вот так. Я ж туда, ну, в эту дверь. А ты же не сказала, что ты через окна? Нет, я туда прямо заглянула. Ты вообще неправильно поняла. Я не все стрепенулись там на ковриках, а я раз, вот так. А ты мне сказала, что ты была скромнее и смотрела через окна? Нет, нет, ты не поняла просто, не через окна. Я туда зашла в эту реформу. И туда раз заглянула. А они все раз на ковриках, а там их человек пять лежало. Это сейчас вот женщина сидит уже в коридорчике, ее не было тут. И она была там, она, видимо, ведет занятия. И я раз ухожу оттуда быстро. А потом мы идем второй раз с тобой возле окон, а она уже сюда вышла, эта женщина, смотрит, опять я иду. Потом через три минуты мы идем назад, потому что передумали идти по этой дороге. И опять вот так, и я в окна. Думаю, это какой-то человек странный. Они подумали, что Марик из тех людей, которые в лесу плащ распахивают. Ну, ладик. Сейчас я тебе покажу, какая красота тут творится. Красота, это, конечно же, Марика. Ты смотри, вот видишь вот эти вот шортики-бриджики? Вот эти бриджики. Вот эти бриджики мы купили за 400 рублей на распродаже в Тиранове. Бриджи превращаются в элегантные шорты. Помнишь? Помню. А, брюки превращаются. Но не превратились. Карманы есть. Вот тут можно, смотрите, положить мобильничек, да? А ножки тонкие, а жить-то хочется. Нормальные ножки, соответственно, к моему телосложению. Это я показываю бриджики, вообще класс. 400 рублей. Ну, все-все-все, красиво, красиво. Очень красиво. 400? Он выглядит, как на 2000. Да, выглядит чуть дороже, на 405 рублей. Саня хорошая. А рубашки, девчат, рубашки, как бы не соврать, уже лет 5. Это мы в Вайкики покупали в Турции. Турция, качество вообще какие-то хорошее. Вот можно, смотрите, подвернуть вот так рукава. И застегнуть. У нас сегодня полевой конкурс мод. Абсолютный чемпион. А где мы купили эти? Это же Турция, да? Не-не-не, а вот эти в Эмиратах. Эмираты, да. Что-то там за 10 рублей на их деньги. Что-то да, все, короче. Да, очки, как это показывают, по Москве ходят, во что вы одеты. Очки Polaroid, которые Марика у меня отжала. Это же Эмираты, шорты Детский мир, рубашка в Айкики. Не, шорты не Детский мир, шорты Тиранова. Тиранова, да. Смотри, клещ у тебя тут. Телефон на Алиэкспресс, сумка, товары по дешевке. Ну да, магазин, смешные цены. То есть мы одеты от Эмиратов до смешных цен. Ну, в принципе, все нормально. Самое дорогое, что есть на Марике, это... Подумаешь, что мы блогеры, бежит. Самое дорогое, что есть на Марике, это часы за 19 тысяч. Да, и ручная работа. И браслет, который я сделала из серебра. Да, браслет бесценный. А, подожди, а крест. Ну... Размер в своем пузо. Показывать надо? Показывать? Нет, не надо. Я обычно носила раньше на веревочке деревянный крестик. Ну, сейчас я уже... Марика говорит, пошли быстрее выключай камеру, а то люди подумают, что вы блогеры. Смотри, что мы в глобусе взяли. Привет, Кривой Репортаж, что-то не ваш. Смотри-ка, вот такие баночки для супа. Девчата, поздно камеру включила, в том плане, что я вот цену не помню. 150 рублей где-то вот так. Две штучки мне и Марике. Вот. Смотри-ка, мы хлебушек взяли. Марика сейчас побежала, какой-то крем ей надо посмотреть, поэтому я одна сейчас по глобусу мотаюсь. Вот такой взяли хлеб и взяли попробовать. Я не пробовала гречневый, вот. Так, еще чего? Халву положила, вдруг Марика захочет. Вот такую. Вот, видишь, в воскресенье народу полно. Сейчас, наверное, может быть, еще рыбку возьму, здесь рыба хорошая. Сыр у меня есть, масло есть. Смотри-ка, здесь прямо вот пекарня, ребята пекут сами хлеб. И очень здорово, что прозрачно, потому что можно видеть, как все это готовится. Ну, это интересно. Вот. Немножко экзотики больших магазинов. Карпы плавают и плавает, смотрите, осетрина. Значит, карп живой, это все за 100 грамм. Значит, если очищенная рыба 65-99, то есть 660 рублей, получается, за килограмм. Если не чищенный, 49-490 килограмм. Осет, ржевой килограмм стоит, если не чищенный, 2199, ну, считай, 2200 за килограмм. Чищенный 2340 рублей за килограмм. И форель 109, это получается 1000 рублей за килограмм. 1090. Если форель живая, ну, уже чищенная, скажем так, чуть-чуть живая, капельку, получается 1250 рублей за килограмм. Вот она. Ну, рыбы здесь всегда полно. Здесь, кстати, суповые наборы неплохие. Может быть, сейчас вот я возьму суповой наборчик и супчик сварю рыбный. Вот да. Вот этот наборчик я взяла на 500 с лишним рублей красной рыбки. Уху, сварю просто, знаешь, с луковичкой. Так, картошечки накидаю, будет вкусненько. И заодно тут креветка северная, смотри, скидка 17% в 329 рублей. Смотри, она какая. Она маленькая, вот эта креветочка, она очень вкусная. Мелкая, вкусная вообще креветка. Мне кажется, даже намного вкуснее, чем мы лобстеры покупали. Вот это вот мясо креветки намного приятнее на вкус. Ну, более нежное, что ли. И вот акция, смотри, берешь коробку, платишь за нее 1649 рублей. А сколько там в этой коробке, дай посмотрим. Одна коробка, 5 килограмм. Вот смотри. Вот если семья большая, вот ты берешь и просто ее делишь. На этой семье получается офигенно. Решили утенка взять для запекания. Уже готовый, замаринованный утенок. Стоит 579 рублей килограмм. Вот такой целиковый. Просто попробовать. Вот так-то. Не могла пройти мимо. А почему у куколки такое лицо, такая, знаешь, стоит из-под лоби, смотрит, такая, че, ты, че. Такая заранее предъявляет. О, какая. Смотри, какой ковшик я приглядела за 170 рублей. Яички варить литровый. Возьму. Там в тележке взяли еще сок Рич за 68 рублей и за 35 рублей лайм. Ну, конечно, лайм это мне. Марика дешевку не пьет. Да не, ну просто захотелось. Вот. Набрали мы, короче, еды на 3400 с чем-то рублей. И там у нас электронный чек, он отражается. Ну, Марика такая наивная сидит, ест в столовке глобуса, говорит. Ну, говорит, на 200, на 300 рублей набрали. Не, а я про столовку. Я про продукты. Чек электронный на почту. А Марика сейчас сидит и ест... Ну, где же есть, как бы, такой, типа, ресторан глобус. Ну, та же самая еда, что вот мы берем, да, только она уже приготовлена. Взяла рыбку, взяла овощную смесь. На 300 рублей стоит. Сейчас я покажу, что на тарелке. И по-тримбре. Да, вот такая порция, но она уже съела половину. Овощи и рыба, да, 300 рублей. Вот, народ так ест, здесь сидит. А я, девчата, я не ем тут. Мне что-то мне не нравится абсолютно. Я, как бы, я вообще тут ничего не покупаю. Вот из готового, вот в плане здесь вот есть. Единственное, что мне нравится готовый, это салат с легкой под шубой. Вот, да. И то дома ем. Вот, не знаю, вот такая вот у меня причуда. Вот, а с вами был Кривой Репортаж Искрине Ваши из глобуса. Пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok